Приветствую всех, дорогие друзья, дорогие зрители, подписчики моего канала Продвижение. Сейчас в этом видеоролике покажу вам, как ускорить Wi-Fi интернет, сделать быстрее, сделать, чтобы он лучше работал на вашем Android телефоне. Обязательно ставьте лайки, подписываясь на канал. Давайте покажу, как это можно очень быстро и очень легко сделать, как можно ускорить ваш Wi-Fi в несколько раз. Поехали! Но для того, чтобы нам с вами, дорогие друзья, ускорить наш Wi-Fi в несколько раз, бывают такие случаи, что мы в телефоне что-то делаем, смотрим фильмы, у нас очень плохо работает Wi-Fi. Сейчас покажу, или там, допустим, у нас несколько устройств включено, и на каком-то устройстве, допустим, там медленно он работает, или еще как-то по-другому. Давайте покажу, как сделать так, как направить весь интернет именно на ваше устройство, чтобы он хорошо работал и в какой-то игре или в каком-то приложении. Что нам для этого потребуется сделать? Давайте, дорогие друзья, первое покажу. Первая настройка, это мы переходим с вами в настройки, дальше открываем вкладку, которая называется Wi-Fi. Вот, допустим, у меня Wi-Fi называется SDS29. Заходим вот сюда вот на SDS29. Дальше вы также заходите на свою сеть, которую вы сейчас подключены, и пролистываете вниз, написано «Конфиденциальность». Заходите сюда. У вас будет по умолчанию стоять вот это вот «Использовать MAC адрес устройства». Вам нужно будет поставить на «Использовать случайный MAC». Вот сюда вот, используя случайный MAC адрес. У вас будет стоять на «Использовать случайный MAC адрес устройства», а вам нужно поставить на «Использовать случайный MAC адрес». Если у вас наоборот стоит, пробуйте наоборот. Эти две настройки на разных телефонах по-разному. У кого-то работает хорошо на «Использовать MAC адрес устройства», у кого-то наоборот. Поэтому пробуйте, между этими настройками играйтесь, посмотрите, где будет лучше. Как можно понять, где будет лучше? Это просто нужно перейти в Google, и в Google написать вот такую программку, смотрите, которая называется «Спид тест». Вот здесь вы можете проверить, сколько у вас интернет-мибит, да? Вот смотрите, проверяем. Допустим, я просто сейчас в плохой комнате сижу, поэтому здесь у меня выдает, ну, можно сказать, вообще у меня 100 мибит-интернет, но здесь, видите, он 15 выдает. Если вы будете менять вот эти вот настройки, то, возможно, там на 10 мибит или на 15, у вас, если между вот этим будете настройками играться, будет лучше интернет. Это первые две настройки, которых нужно менять, пробовать, где будет лучше интернет. Проверять можно через вот эту вот программу. Допустим, здесь у меня 1469, если я меняю там на другой MAC-адрес, то там где-то у меня будет 20, да? То есть 20-то уже хорошо, знаешь, оставляем на другом адресе. Также еще раз заходим вот в Wi-Fi. Есть помощник Wi-Fi, заходим сюда. Приоритизация Wi-Fi, заходим сюда. Видите, она у меня отключена, ее нужно включить. И здесь у нас стоит галочка по умолчанию на обычном режиме. Делить полосу пропускания между фонными процессами и активным приложением. Нам нужно поставить галочку на убрать с обычного режима и поставить на экстремальный режим. Почему? Здесь мы будем отдавать большую часть полосы пропускания активному приложению. Возможно, что фоновые процессы не смогут подключаться к сети. То есть, смотрите, если вы в каком-то приложении в одном сидите или в какой-то игре, и если у вас открыто много вклада, как бы интернет идет, да, он распределяется на некоторые вкладки, да, но если у вас будет стоять экстремальный режим, то у вас будет интернет, весь интернет, идти на одну игру или на одно приложение. Он не будет пропускать между активными приложениями, да, а он будет отдавать большую часть полосы пропусканиям активному приложению. То есть, выбираем обязательно вот этот экстремальный режим, это приоритизация Wi-Fi. Если у вас ее здесь нет, то пробуйте в поисковой строке заходить, ищите, возможно, где-то в настройках вы найдете. Может быть, у вас не так будет, как у меня, где-то вот здесь вот вы найдете. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем огромное спасибо, кому я помог. Ставьте лайки. Всем пока.